Сезон черники в самом разгаре. По прогнозам специалистов, урожай в этом году не будет большим. Виной всему бесснежная зима и холодная без осадков весна. Для черной ягоды слишком мало влаги. Начало сбора сместилось на две недели. Дожди – единственная, благодаря чему ягода смогла набрать сок. Важно помнить, за нарушение правил сбора ягод дадут штраф до 20 базовых величин. Не допускать повреждения ягодников, кустарников при сборе. Уже несколько лет допускается применение при сборе ягод, так называемых, скребков, гребенок, комбайнов. Там есть ограничения по расстоянию между зубьев. Оно должно составлять не менее 5 мм. Черничники сконцентрированы в Приберезенском лесничестве, район деревень Ламбова, Ступените, Луша, Петровичском лесничестве, деревне Петровичи, Макаровка. Ягоду нужно искать в сосняках. Черничники узнаются по низким кустикам, не более 40 см высоты. Они предпочитают расти в тени, любят влагу, чаще всего встречаются в болотистой местности. В лес стоит выходить в специальной одежде с закрытыми руками и ногами, а не так, как я. Лучше выбирать светлые ткани, на них проще заметить клещей. Стоит позаботиться и о защите от комаров. Подойдет вот такой крем. Черника – природный антибиотик. В 100 граммах ягоды – кладезь полезных веществ. Витамины, минералы, клетчатка. Ее едят сырой, сушат, пекут пироги, закрывают варенье. Можно и заморозить. У специалистов свои лайфхаки. У меня в семье все приобрели себе плетеные, красивые из белорусской лозы корзинки и собирают в них. С них ягода вкуснее, чем с пластикового ведра. Жители деревень в Бобрыском районе – заядлые ягодники. Если уходят на весь день, домой без двух полных ведер, а это 20 литров, не возвращаются. Местная жительница Наталья живет в Лекерте. В лесу бывает несколько раз в неделю. Чаще не получается. В деревне большое хозяйство. Я каждый год руками собираю. Это я второе ведерко собираю. Это я первый день в лесу. Как и многие односельчане, женщина сдаёт урожай на переработку. Остаётся и самим. В нынешнем сезоне закупочная цена за килограмм черники – 2,5 рубля. За лето заготовочные пункты области планируют приобрести у населения 500 тонн лесных ягод. Мария Бушкевич, Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобрыск, 360.